Ожидать вторжения можно в ближайшие сутки или даже часы. В Беларуси сейчас появляется шанс для того, чтобы расправиться с режимом Лукашенко. Если мы подписываем эти соглашения, то мы практически капитулируем. Вот тут может наступить переломный момент в отношениях между белорусами и россиянами. Европейна нанесла персональное поражение Рамзану Кадырову. Первый, кто предаст Путина, это будет Кадыров. И именно это сейчас и происходит. Дорогие друзья, я приветствую всех, кто вместе с нами на Политека. И сегодня со мной на скайп-связи полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Олег, известно, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее заявил, что существует высокая угроза наступления из Беларуси на Волынском направлении. По данным разведки, Беларусь может вступить в войну с Украиной на стороне России в ближайшее время, несмотря на сопротивление рядовых военных и жителей Республики Беларусь. Насколько высока вероятность, что армия Лукашенко таки вступит в эту войну, в войну Украины с Российской Федерацией? Ну, смотрите, я даже не берусь оценивать в процентном отношении, но скажу, что ожидать вторжения можно в ближайшие часы, в ближайшие сутки или даже часы. Вот так вот. Почему? Потому что, скорее всего, осталось только рощер пера на приказе о выдвижении войск от самого Лукашенко. Под силой приказа, под силой угрозы репрессии, у него довольно сильная машина репрессивная отработана в стране, он все равно заставит своих военных вступить в эту войну. Почему? Потому что от этого может зависеть его пребывание у власти. То есть он на растяжке. С одной стороны, общество категорически против войны, с другой стороны, Путин может устранить его от власти в любой момент, используя даже те же российские войска на территории Беларуси. Учитывая то, что последняя группа белорусских дипломатов, она уже покинула Украину, то, беря во внимание... Да, это, кстати, мы будем так говорить, последний штрих перед объявлением войны, когда посольство во главе с послом покидает страну. Больше ничего как бы сдерживающего и в дипломатической... Фактически они этим жестом разрывают дипломатические отношения между Украиной и Беларусью. Ну и плюс, вы не забывайте, что самое главное, это накопление ударной силы. Никакой ротации не происходит, то есть смены войск на границе Украины и Беларуси не происходит. Идет просто накопление. Идут батальонно-тактические группы, перебрасываются на нашу границу, на Волынское направление. Замминистра обороны Украины Анна Малер, она публично и писала об этом, и также говорила в рамках всеукраинского марафона, что у белорусов высокий запрос на сдачу в плен. Мол, они демотивированы, они воевать не хотят, они не понимают, зачем им необходимо участвовать в этой войне. Давайте поговорим о том, действительно ли это так, и что собой представляет белорусская армия. Ну смотрите, я бы не стал, предупредил бы, что не стоит становиться на вот эту скользкую тропу, недооценивание противника и шапка законодательства. Все равно это армия. Все равно они проходили боевую подготовку, они учились воевать. То, что у них нет боевого опыта, это наше огромное преимущество. Огромное. Но это всего лишь преимущество. Поэтому бой покажет, на что способна белорусская армия. Отсутствие боевого опыта, это, кстати, может даже стать критерием, точнее даже не критерием, а стать критической ошибкой ввода белорусской армии в боевую обстановку. Они еще не знают, что такое кровь, они еще не знают, что такое боль, страдания, что такое убитые и раненые. Вот на это надо рассчитывать нам. И вооруженные силы должны постараться нанести первый удар. Точнее, при первом боевых столкновений нанести удар такой мощности, чтобы для белорусов это стало первой и последней попыткой вторжения на территорию Украины. Но там еще к вопросу о сдаче в плен. Да, настроения, может быть, такие и есть. Что они думают, что бой начнется, и мы тихонько побросаем оружие и отсидимся, а потом сдадимся в плен. Ну, думаю, что вряд ли. И на это тоже не стоит уповать. Почему? Потому что, напомню, что в составе белорусских подразделений есть российские офицеры. И Россия прекрасно понимает настроение белорусской армии. И Россия под дулами своих автоматов будет заставлять белорусов воевать с нашими вооруженными силами. Вот, посмотрите. Олег, но тут еще есть один интересный момент. На стороне вооруженных сил Украины также сражаются и белорусы. Вот, когда белорусы встретятся на поле боя, вот, по разную сторону баррикад. Вот, это будет довольно-таки интересный момент. И, собственно говоря, для самой Беларуси участие в этой войне, чем оно может обернуться? Ну, оно, в Беларуси сейчас появляется шанс. Я бы сказал, такое окно овертона для того, чтобы расправиться с режимом Лукашенко и попытаться высвободиться от российской зависимости. Кстати, знаете, где, мне кажется, пройдет самый горячий фронт, где пройдет самое сильное эмоциональное и социальное столкновение Беларуси и России? Если белорусская армия вторгается на территорию Украины, после первого же боя появятся раненые. Я не говорю про убитых, раненые. А теперь, смотрите, все медицинские установы, все медицинские учреждения забиты под завязку российскими раненными. Беларусь не может, простой Беларусь, даже получить медицинскую помощь. Все загружено российскими раненными. И вот, когда привезут Беларуси, очень интересно, белорусы будут выбрасывать российских раненых на улицу или своих оставлять на улице. Вот тут будет главный фронт. Вот тут может наступить переломный момент в отношениях между белорусами и россиянами. Как они отнесутся к приоритетности при предоставлении медицинской помощи своим раненым или раненым солдатам Российской Федерации? Олег, еще, возможно, будет интересный момент. А как белорусские жены или матери тех солдат, которые будут принимать участие в этой войне, насколько они будут заинтересованы забирать их из плена? Да, это, кстати, тоже интересный момент. Но, вы знаете, плен – это как бы еще полбеды. А вот как они будут реагировать, когда их мужей будут там или братьев, или отцов будут привозить в целлофановых мешках груз 200? Вот это вопрос. Что они скажут тогда своему вождю по фамилии Лукашенко? Олег, давайте также с вами обсудим публикацию, которая появилась на страницах Wall Street Journal. Речь идет о том, что президент России Владимир Путин якобы уже скорректировал свою тактику по поводу войны в Украине, учитывая, что бои продолжаются более трех недель. Он больше не ставит цель взять столицу и хочет заставить Киев сдать южные и восточные территории. Возможно, это идет в рамках и переговорного процесса, по мнению источников, которые дают эту информацию Wall Street Journal. Но давайте поговорим о тактике и стратегии противника. Ну, смотрите, стратегию Путин поменял на вторую неделю войны. Он поменял кардинально стратегию, а именно он основной упор в военном противостоянии отдал уничтожению нашей инфраструктуры и уничтожению гражданского населения. Вот смотрите, город Мариуполь – это уже не военная операция, это уже политическая операция. Видимо, в Кремле считают, что Мариуполь может стать такой ахиллесовой пятой для Украины. То есть они так и не поняли нашей ментальности и не поняли, за что мы сражаемся. Но они именно так и делают. Что касается требований Путина, брать Киев или не брать, так я вам скажу, он просто зашел с другой стороны. Вы читайте внимательно то, что опубликовало Wall Street Journal по требованиям Путина. И, кстати, его требования, хочу обратить внимание, вот для тех, кто там надеялся договориться с Путиным или думал, что Путин пойдет на уступки, пока он у власти не на дает, он не изменит. И там в этих требованиях четко сформулирована демилитаризация Украины, а это значит, что Россия будет определять численность вооруженных сил Украины и количество и типы вооружений, которые у нас есть. Там написан нейтральный статус, то есть никаких военных союзов Украины, никакой помощи. И тогда действительно, тогда нет смысла брать Киев вооруженным путем, потому что можно взять всю Украину политическим путем. Если мы подписываем эти соглашения, то мы практически капитулируем. И вопрос полной оккупации Украины это станет для России просто вопросом времени. Но мы же с вами понимаем, что наверняка политическое руководство понимает, чем может и для руководства страны обернуться подписание именно тех пунктов, которые желает Путин. Хотя и наш президент, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский утверждает, что вопросы, которые касаются территориального статуса Украины, это неприкосновенные вопросы. Это та красная линия, это черта, которую невозможно перейти. Поэтому и отмечает российская сторона, что особого прогресса, которые сейчас происходят, нет. И Путин даже устами Пескова не демонстрирует готовности встречаться с Зеленским, хотя наш президент говорит, что я готов хоть завтра встречаться с Путиным и обсуждать широкую повестку. Я только надеюсь и уповаю на то, что в офисе президента прекрасно это понимают. И судя по словам президента, сам президент это понимает. Главное, чтобы его окружение это тоже понимало и проводило соответствующую политику в жизни. Вопрос. Я вообще очень сильно сомневаюсь, что Путин захочет встречаться с Зеленским. Пока мы не нанесем военное поражение на поле боя Российской Федерации, Российской Армии в Украине, до тех пор вообще нет смысла надеяться, что Путин согласится на встречу с президентом Зеленским. Объясню почему. Потому что, если вы заметили, Путин постоянно ищет предлог для того, чтобы втянуть в эту войну еще кого-нибудь. Постоянно он пытается поднять ранг этой войны до уровня мировой, чтобы НАТО вступило в эту войну. Почему? Потому что он хочет, чтобы с ним разговаривали на уровне Олимпа, политического мирового Олимпа. То есть Байден, главы G7 с ним разговаривали, от имени ООН с ним разговаривали. К нему пришли и его просили, что там Владимир Владимирович, давайте остановим войну. А он скажет, ну вот мои требования. Вы обратили внимание, он постоянно... Война стала мировой. НАТО дистанцируется на сегодняшний день и довольно успешно, должен сказать. Поэтому основная тяжесть этой войны ложится на наши с вами плечи. При помощи наших партнеров. Причем, и обратите внимание, мы все время подчеркиваем партнеров, а не НАТО. НАТО даже официально, насколько я помню, НАТО нам дал от 50 тонн топлива. Вот это единственная помощь Альянса. А, ну еще... Это тот же Зелетский говорил. ...сочувствие и поддержку всестороннюю. Но только выразило, понимаете? Поэтому тут на сегодняшний день без какого-то крупного военного поражения России в Украине говорить вообще о переговорном процессе я бы вообще не стал. Олег, да, действительно... Нет оснований, понимаете? Да, ранее вы говорили, что после 20 марта вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление, а цель это полный разгром российской армии, освобождение оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Это амбициозно, но я думаю, что у многих наших зрителей может возникнуть вопрос, а насколько это реально? Все будет зависеть от того, насколько мы вымотаем противника. Вот уже сегодняшние данные говорят, что мы приближаемся к отметке 50% перемалывания той группировки, которая на сегодняшний день вошла в Украину. Судя по всем оценкам, самый крупный резерв, который может располагать Россия, это белорусская армия. Вот это самый крупный резерв. Все остальное будет исчисляться там несколькими батальонно-тактическими группами, которые они смогут собрать. Это первый момент. И второй момент, что даже объявив скрытую мобилизацию в восьми регионах России, эти люди смогут попасть на поля сражения где-то не раньше, чем май месяц. То есть апрель их надо собрать, обучить, одеть и подготовить хоть чуть-чуть, вооружить и потом перебросить в Украину. То есть это упущенное время. Вот я о чем говорю. А если мы действительно изматываем до 50% группировку противника, то мы можем постепенно переходить в контрнаступление. Вот даже, кстати, контрнаступление уже само по себе будет являться военным поражением России на поле боя. И вот тогда Россия может действительно говорить о каких-то менее конкретных полициях в переговорном процессе. Хотя я очень сомневаюсь, что пока Путину власть, у меня такое впечатление, что надеяться на какие-то уступки со стороны Путина, ну это просто на сегодняшний день не имеет смысла. Относительно того, как будет развиваться ситуация, вы говорили о резервах противника, вот информационном пространстве, дирижируется документ от главного управления разведки Минобороны, согласно которому министр обороны РФ Сергей Шойгу, подписал указ из-за дефицита живой силы для пополнения войск подростками 17-18 лет. Вот как вы это прокомментируете, насколько это может соответствовать действительности и правде. Кстати, если мы чуть-чуть обернемся назад, мы с вами как-то поднимали эту тему. Я думаю, я говорил, что не дай бог нам встретить на полях сражения юной армии, как Гитлер-Югент. Кстати, и это именно поколение, вот те люди, которых они призывают, они упустили даже здесь время. Почему? Потому что уже слух распространился, уже хоронят людей, которые погибли в ходе военной специальной операции, как Россия это называет, на территории Украины. Они об этом говорят, похороны идут, слухи доходят, какие массовые потери. Народ начинает, смотря в телевизор и в окно, и понимает, что там за окном похороны, а в телевизоре говорят, что российская армия, потери нет, они начинают понимать, что может быть и не стоит ввязываться в эту войну. Поэтому скрытая мобилизация не приносит успехов. И если они уже хотят вот это патриотическое их движение юнармия привлечь для комплектования вооруженных сил, это говорит о том, что резерва нет, что они скребут по сусекам в попытке найти хоть какой-то резерв. Тем более, что они там юнармию ориентировочно хотят, чтобы они пришли где-то на осенний призыв. Ну, осенний призыв это очень далеко. Я не думаю, что Россия выдержит, судя по вот тому комплектованию, которое идет сейчас, то они же не рассчитывали на длительную войну. Экономика не переведена на военные рельсы. А помощи ниоткуда нет. Они черпают пока запасы вооружений из своих заказников, но людского ресурса. Если пойти в войну, помните, как в 2014 году они бравировали «Едем пострелять укропов». Так вот, теперь укропы больше постреливают их, чем они нас. Поэтому желающих особо-то и нету. Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, на своей страничке в Твиттере писал, что из-за провального наступления Россия перешла к разрушительной артиллерии. По мирным городам используют системы «Кинжал» и «Бастион». И также, по его мнению, Россия панически ищет резервные силы, стягивает все с Тихоокеанского направления и уговаривает силы ОДКБ помогать России. Не только ОДКБ, они к Китаю прибежали за помощью. Они фактически сейчас идут по кругу с протянутой рукой в просьбе о военно-технической помощи. На сегодняшний день я знаю, что ОДКБ, все страны отказались, ну кроме Белоруссии. Отказались предоставить официально военно-техническую помощь. Я уже не говорю о войсках. Кстати, именно поэтому там с Армении, с той второй базы российской выгребли все. 800 человек, я так понимаю, что в Армении осталась только одна охрана. Полторы тысячи морских и хатиньцев с Тихоокеанского флота – это все, что они смогли нашкрябать. Обе армии Восточного округа уже здесь. И, кстати, один командарм уже погиб, по-моему, в 49-й армии на территории Украины. Это же армия с Восточного округа. То есть у них фактически действительно на сегодняшний день людей, которые стоят в строю и которых можно быстро перебросить в Украину, их очень мало. Вы смотрите, как зачехлилась тема с сирийскими наемниками. Потому что, как мы и говорили, это не те ребята, которые будут в окопах сидеть с автоматами. Это джигиты, которые готовы бывать на джипах, рассекая по бескрайним просторам, такие пустыни и в странах, в которых они проживают. Наемников, ну, там сейчас прислали вторую волну Вагнера. Ну, военные работы. Очень. И это, кстати, я когда так сказал, что первый, кто предаст Путина, это будет Кадыров. И именно это сейчас и происходит. Вы представляете, насколько развал системы управления в армии, когда местный чиновник, а им является чиновником местного значения, он субъект Федерации России, может оторвать часть федеральной структуры, это Росгвардии, и вернуть их в свое подчинение. То есть, фактически, отказаться выполнять приказ центрального командования Российской Гвардии. Это очень таковое событие для системы. Относительно Рамзана Кадырова, то есть, да, было сообщение контрразведки и службы безопасности Украины, что кадыровцы, они бесславно вернулись к себе домой. Там была встреча, просто как раз, когда вы начали говорить о кадыровце, у нас возникли некоторые проблемы со связью, но если же верить тем сообщениям, официальным сообщениям, то, по сути, вооруженные силы Украины и сама Украина нанесла персональное поражение Рамзану Кадырову, а исходя из тех сообщений, которые приходят из самой Российской Федерации, то Путин крайне недоволен участием Рамзана Кадырова и его, извините, ГОП-компании в этой всей так называемой спецоперации, а по сути, войны России против Украины, отношения испортились, и Путин усилил свою персональную охрану, и Кадыров также усилился. Так вот, я же говорю, для нас это просто бальзам на сердце, для них это показатель, что военную систему Российской Федерации может развалить даже чиновник уровня субъекта Федерации России, такой как Кадыров. Как можно было урвать части? Они же все официально, вот эти кадыровцы, которыми, ну, во-первых, они ментально не сработали. Для нас кто такие кадыровцы? В России они там дрожат перед кадыровцами, и для них это очень страшная угроза. Для нас это вообще не угроза, это такие же оккупанты, как и другие российские солдаты. Мы их уничтожали и будем уничтожать. Но уничтожали и будем уничтожать. Ну что же, Олег, огромное вам спасибо за этот разговор, за эту беседу. Верим в нашу победу, верим в вооруженные силы Украины. Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, был сегодня вместе с нами. Украина обязательно победит. Берегите себя, берегите нашу страну. Всего доброго и до свидания.